Добрый день! Продолжаем разбор книги Руфь на библейском портале Экзегет. Сегодня мы поговорим об интерпретации книги Руфь в иудейской традиции, в христианской традиции и современными библеистами-экзегетами. Начнем с иудейской традиции. Несмотря на свой небольшой объем, всего 4 главы, книга Руфь занимает очень важное место в иудейской традиции. Нужно сказать, что она входит в раздел, который в еврейской традиции называется раздел «Пяти свитков». Мы уже говорили в первой части нашей лекции о том, что книга Руфь входит в раздел, который в третью часть библейского канона, иудейского канона, который называется «Кетувин» – «Писание». И, как мы знаем, обычно еженедельное синагогальное чтение состоит из чтения из закона Моисеева и из пророков. Из писания обычно тексты не читаются, но из раздела «Кетувин», в разделе «Кетувин», в разделе «Писание» есть 5 книг, которые читаются на важные, главные праздники иудейской традиции. Это книга «Песнь песней», которая читается в дни Пасхи. Это книга Руфь, которая читается в дни на праздник Швот или праздник Седмиц, который мы переводим как Пятидесятница на 50-й день после празднования Пасхи. Это книга «Плач Еремии», которая читается в день памяти разрушения первого храма 9-го ава. Это книга «Екклесиаст», которая читается на праздник Суккот, что значит «куще осенью». И это книга «Есфирь», которая, как мы помним, читается весной, обычно в марте, на праздник, который называется Пурим. То есть, в еврейской традиции эта книга очень важна, на неё существует комментарий, который называется «Медраж», «Медраж на книгу Руфь». Почему же еврейские книжники, иудейские учителя решили установить именно чтение на праздник Пятидесятницы именно из книги Руфь? Если мы обратимся к разделам Пятикнижий Моисеева, которые посвящены праздникам, то мы увидим, что здесь буквально сказано следующее. Книга «Чисел», 28 глава, 26 стих. «В первый день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице ваше, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». То есть, здесь сначала этот праздник Пятидесятницы имел такое сельскохозяйственное значение. Собирался первое зерно, и первины этого урожая приносились Господу, и это имело такое отражение и в культе, и в ритуале. Как мы помним из содержания этой книги, из содержания книги Руфь, здесь говорится о том, что Наиминь и Руфь вернулись с полей Моава в Вифлеем именно во время сбора, начала сбора ячменя. И, собственно говоря, Руфь ходит на поля и собирает зерно, то есть, в данном случае это совпадает по времени с тем временем, когда происходит жатва зерновых культур, и поэтому было логично установить такое чтение. Второе значение праздника Пятидесятницы, уже более позднее, чем вот это первое сельскохозяйственное значение, это праздник, когда иудеи отмечают День дарования Торы. Мы помним с вами то, что евреи вышли из Египта в месяце Нисане, в 14-го числа, и в течение практически двух месяцев они двигались в сторону Синайской пустыни, достигли Синай, и вот считается, что когда они подошли к Синаю, когда Моисей поднялся на гору Синай, и когда был заключён завет с израильским народом, что прошло около 50 дней приблизительно. Нет точного указания на продолжительность этого пути из Египта до Синая, но тем не менее в иудейской традиции закрепилась такая обычай, связывать Пятидесятый день после Пасхальной недели именно с дарованием Торы. Второе значение книги Руфь, кроме того, что она входит в раздел Пятисветков и читается на праздник Пятидесятницы иудеями. Второе значение – то, что она используется во время обряда, который в иудейской традиции называется Гиюр. Согласно этому обряду, празелит, то есть человек нееврейского происхождения, человек, который совершенно не имеет никаких еврейских корней, может войти в общество Израиля, если он этого пожелает. И вот стать израильтянином, и в этом случае он произносит вот это самое знаменитое исповедание, которое произнесла Руфь, когда она ещё была в Моаве вместе с Наименью. Когда она говорит «Твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ». То есть он повторяет слова Моаветянки Руфи для того, чтобы войти в общество Израиля. Поэтому очевидно, что это тоже очень важно, этот факт придаёт очень важное значение данной книге обряд Гиюр. И ещё одно значение в иудейской традиции к книге Руфь – то, что Руфь, согласно еврейской традиции, является праматерью царя Давида. И согласно, опять же, иудейской традиции, она не только праматерь Дравида, но она и праматерь будущего Мессии. Поэтому, конечно, это говорит о таком мессианском значении данной книги. И очень в еврейской традиции уважительное отношение к данной книге. Вот у меня в руках иудейский комментарий, в данном случае Медраж, на книгу Руфь, где подробно описаны комментарии, связанные с данной книгой. Мессианское значение колена Иудина, как мы помним, связано с пророчеством патриарха Иакова. Когда Иаков перед смертью благословлял своих детей, то он сказал буквально следующее. Следующее – это книга Бытия, 49 глава, 10 стих. Патриарх Иаков, говоря об Иуде, говорит, Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда. С добычи сын мой поднимается, преклонился, он лег, как лев, и как львица, кто поднимет его. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очрез его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Я прочитал не полностью вот это пророчество об Иуде, но здесь иудейские христианские комментаторы обращают внимание на 10 стих. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очрез его. И здесь видят такое предсказание патриарха Иакова о том, что из колена Иудина будут цари в Израиле. И, как мы понимаем, это исполнилось во дни царя Давида, который происходил из города Вифлеема, и который стал вторым израильским царем после Саула. Но от которого, очень важно, от Саула не произошло династии, а от царя Давида произошла целая династия, которая, собственно говоря, и в глазах христианской традиции, в глазах иудейской традиции имеет такое мессианское значение. Говоря о династии царя Давида и, собственно говоря, о потомках Ваоза и Руфи, уместно вспомнить еще одно пророчество, имеющее также мессианское значение, касающееся именно династии царя Давида. Мы помним, что в результате брака Ваоза и Руфи родился Авид, а Авид был отцом Иесея. И, как мы помним, Аисей – это отец Давида. Так вот, у пророка Исаии, который жил в VIII веке, есть такое пророчество, это 11 глава, 1 стих. «Произрастет отрасль от корня Иесеева», то есть отрасль иудеями и христианами понимается как будущий месси, отрасль от корня Иесеева. Ну и еще можно обратить внимание на специфическую особенность еврейской экзигезы данной книги. Это следующее. Мы в начале нашей беседы об этой книге приводили слова книги «Второзаконие», где сказано «Амманитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Парадокс. Оказывается, согласно закону, даже человек в десятом поколении, если он происходит от мавитянина, от мавитянки, не может войти в общество Господне. А Руфь уже, так скажем, в первом поколении, например, Руфи нарушает это правило, и не просто, так сказать, нарушает, а еще и даже сам царь Давид, оказывается. Этот человек не просто вошел в общество Израиля, но даже стал, так сказать, израильским царем. Действительно, такая парадоксальная ситуация. Интересно, еврейская экзигеза, которая приводится как раз в Медраше на книге Руфь, может быть, в этом какая-то, я бы сказал, уловка или специфичность иудейской экзигезы, что еврейские книжники таким образом решали эту проблему, что в книге «Второзаконие» сказано «Амманитянин и мавитянин», не сказано, что мавитянка. И таким образом, так сказать, эта проблема вроде бы совершенно, ну, по-своему, так сказать, очень талантливо решалась, почему, так сказать, вот Руфь мавитянка явилась таким, так сказать, исключением из данного, так сказать, правила, которое прописано в законе Моисея. Ну вот теперь, после того, как мы сказали, дали такой краткий обзор о значении этой книги в иудейской традиции, скажем, и о ее значении в христианской традиции. Естественно, что христианская традиция очень многое в отношении Ветхого Завета восприняла от Ветхозаветной Церкви, поэтому, естественно, что вот это мессианское значение данной книги, оно присутствует, конечно, и в христианской традиции. Открывая первое Евангелие, открывая Евангелие от Матфея, открывая первую главу этого Евангелия, мы видим родословие Господа Иисуса Христа, и в этом родословии мы видим вот ту самую часть, так сказать, родословия, которая приводится в самом конце книги Руфь. То есть, в данном случае практически, ну, слово в слово повторяются вот эти все потомки, которые произошли от Иуды. Понятно, что, так сказать, вот ее значение этого, так сказать, текста, в данном случае этой книги для христианской традиции. То есть, Руфь про Матерь Господа, так сказать, Иисуса Христа. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что эта книга очень важна для типологического толкования Ветхого Завета. Мы знаем, что очень многие события, персонажи Ветхозаветной Священной Истории имеют вот такое прообразовательное значение. Руфь, благодаря своей вере, становится, входит в общество, так сказать, входит в общину Израиля. И христианскими авторами это толковалось следующим образом, что Руфь таким образом прообраз вхождения язычников в церковь. Сам Израиль это типологически толкуется как христианскими экзигетами, как церковь. А в данном случае, поскольку Руфь, благодаря своей вере, так скажем, привилась, будучи, по слову апостола Павла, такой дикой смоковницей, привилась к родной смоковнице, то благодаря своей вере, то она является таким прообразом вхождения язычников в церковь. И здесь, наверное, можно вспомнить им ещё одной женщины, которая также была язычницей, также вот вошла в общество Израиля, которое упоминается в книге Иисуса Навина, это блудница Рааф. Но в отличие от Рааф, которая, как мы помним, упоминается апостолами, упоминается в апостольских посланиях, и всячески прославляется вера Рааф, что она совершила такой подвиг веры, приняв свой дом саглядатаев, которых послал Иисус Навин на разведку, то Руф упоминается только новозаветными авторами, только в родословии Господа Иисуса Христа, только в Евангелии от Матфея. Но, тем не менее, конечно, для нас, для христиан, для святых отцов, безусловно, Руф – это образец веры, можно сказать, образец веры, даже как Авраам. Почему я дерзаю её сравнить с Авраам? Потому что что-то подобное совершила и Руф. Авраам по повелению Бога оставляет Ур Халдейский и переселяется в незнакомую страну, в Ханаан. Вот Руф из доверия к Наимине, может быть, почувствовала она, что именно с Наименью, у Наимине истинная вера, она готова идти за этой женщиной даже в незнакомый народ. И, конечно, от неё это тоже требует… То есть, она тоже совершает, подобно Аврааму, такой своеобразный исход. Тоже жертвует чем-то, с чем-то расстаётся, готова к каким-то, так скажем, изменениям в своей жизни. И можно так сказать, что Руф в своём таком доверии Наимине, она, так скажем, последовательна до конца, потому что иногда человек доверяет другому человеку, он готов следовать его советам, зная, что человек желает ему добра. Но в какой-то момент может наступить такой совет, который мы не можем принять. Поэтому, наверное, можно предположить, что совсем непросто, может быть, было согласиться Руфе выполнить совет Наимине, пойти ночью к Ваозу. В любом случае, это требовало от неё каких-то, так скажем, каких-то психологических усилий. Но она в своей вере и доверии Наимине, она, так скажем, последовательна до конца. Ну и в этом, так скажем, проявляется её подвиг веры. Когда мы сказали кратко о толковании этой книги в христианской традиции, следует также и немного сказать о том, как понимают эту книгу современные экзигеты. На русском языке есть очень интересный комментарий на книгу Руф, который подготовила известный библист Анна Ильинична Шмайна-Великанова. У неё есть две монографии, посвящённые книге Руфь, и в этих изданиях приводится не только такой постишный комментарий библейского текста на книгу Руфь, но также и практически обзор всех современных интерпретаций этой книги. И надо сказать, что не только иудеи и христиане отдают должное этой книге, но и современные экзигеты очень внимательно обращаются к тексту этой книги, и на книгу Руфь написаны многочисленные комментариями, экзигетами самых разных конфессий и мировоззренческих установок. Здесь мы можем прочитать следующее. Во-первых, даётся интересная попытка датировать эту книгу. Если мы обратимся к христианской традиции, иудейской, то мы увидим, что эта книга традиционно прочно связана с пророком Самуилом. Мы помним, что пророк Самуил помазал на царство Саула, помазал царя Давида. И вот эта предшествующая история из книги Руфь, где описывается вот такая предыстория рода Давида, считается, что была составлена пророком Самуилом. И таким образом текст этой книги восходит к XI веку до Рождества Христова. Если же мы обратимся к современным комментариям, то мы увидим, что есть тенденция датировать эту книгу послепленным периодом, эпохой возвращения евреев из плена и даже позже эпохой реформ Ездры и Немии, то есть V веком до Рождества Христова. Какие же аргументы предлагают современные исследователи? Вот датируют эту книгу, так скажем, практически на 500 лет позднее, чем датирует её традиционная экзигеза. Здесь то, что свойственно, так сказать, всей критической науке, здесь совершенно рациональный подход. В книге Руфь показано, что в результате смешанных браков, смешанного брака, в данном случае Иудея Ваоза и мавитянки Руфи, человека такого презренного происхождения, родился сначала царь Давид, ну и, так сказать, а позже родился, так сказать, вот мессия. И таким образом это своеобразное оправдание смешанных браков. Как мы помним, Ездра, когда пришёл из плена, он из Вавилонского, так сказать, пришёл из Вавилона, что он увидел в Иерусалиме? Он увидел, что многие иудеи стали жениться на иноплеменницах, что очень часто в еврейских семьях люди уже, так сказать, не говорят на еврейском языке, говорят на каком-то смешанном языке. Он понимал, что существует очень серьёзная, так сказать, угроза такой ассимиляции, так сказать, еврейской общины с теми народами, которые их окружают. Кроме того, то, что, естественно, так сказать, эти люди, вступившие в смешанные браки, они могли перенять не только язык, но они часто перенимали какие-то обычаи, а могли, так сказать, и верования, и поэтому он категорически запретил смешанные браки, даже повелел для тех людей, которые вступили уже в смешанные браки, их расторгнуть. Конечно, такая беспрецедентная мера, видимо, ситуация этого требовала. И считается современными исследователями, что вот в полемике с реформами Ездры, так сказать, вот, так скажем, вспомнили историю древнее, так сказать, предание о том, что некогда царь, так сказать, вот в родословии царя Давида упоминается вот Моавитянка Руфь, и, возможно, так сказать, и это предание вот о Руфе, так сказать, и эта книга была составлена. Ну, вот такая идея, которая получила широкое распространение вот в современной критической, так сказать, науке. Второй интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это концепция двойников в этой книге. Что имеется в виду? Что часто человек в своей жизни, даже не часто, так сказать, а любой человек, да, взрослый человек в своей жизни не однажды встал, так сказать, встаёт перед каким-то серьёзным выбором, как ему поступить, причём от этого выбора зависит его дальнейшая жизнь. И в этой книге священный автор нам очень ярко показывает этот момент выбора. Каким образом? Он показывает двух людей, которые стоят перед одним и тем же выбором, но поступают прямо противоположным образом. И вот эта, так скажем, альтернатива, она ещё усиливает выбор того человека, который угоден Богу. Первый пример, конечно, наверное, все вы догадались, когда две мавитянки, снохи Наимине, оказываются перед выбором. Вернуться ли по совету Наимине к своему народу, выйти замуж и продолжать свою жизнь в привычной обстановке, с теми людьми, которых они знают с детства, и с теми обрядами, которые они знают с детства, по тем правилам, по которым жили мавитяне. Очевидно, что они серьёзно отличались от тех правил и тех законов, по которым жили иудеи. Или же всё же пойти вместе с Наименью к незнакомому народу и там попытаться устроить свою жизнь. Орфа уходит в результате, а Руф идёт. И вот этот выбор, он построен на такой альтернативе, и он очень яркий и очень понятный. И вместе с тем из этого дальнейшего мы видим, как складывается жизнь Руфи, что жизнь её складывается не просто благополучно, а удивительным образом её прославляют её потомки. Следующий пример, наверное, вы тоже догадались, это Ваос и другой Гаэль. Оба человека стоят перед выбором, причём вот этому другому родственнику предлагается возможность и купить поле у Наимени, и взять себе в дом Руфь, стать её супругом, но он в силу определённых причин от этого отказывается, а Ваос делает этот выбор. И здесь тоже такой пример, когда человек стоит перед выбором, и один поступает прямо противоположным образом. И в результате этого выбора мы видим то, что Ваос тоже оказывается, как и Руфь, вот таким праотцем Давида и праотцем Мессии. И ещё одно важное понятие, о котором подробно пишет Анна Ильинична Шмайна Великанова, это понятие хэсэд, хотя это еврейское слово переводится как милость, хотя в самой книге Руфь это слово упоминается нечасто, но тем не менее вот к этому понятию обращаются многие современные комментаторы. Здесь действительно мы можем сказать то, что вот в эту такую непростую эпоху правления судей, когда часто совершался обман, насилие, предательство, вот перед нами оказывается совершенно другая ситуация, когда люди по отношению друг к другу совершают такие милосердные поступки, то есть причём хэсэс – это когда человек оказывает любовь, не надеясь на какое-то воздаяние, не то, когда мы говорим, что сегодня я тебе окажу милость, в надежде, что завтра ты мне поможешь. Здесь совершенно другая, иная ситуация. Кто же здесь кому оказывает хэсэд? Ну, конечно, безусловно, Руфь на имени. Она не оставляет свою свекровь уже стареющую, отправляется с ней, проявляет о ней заботу, и даже сам Ваус, встретившись с ней, он хвалит её за вот такую заботу о свекрови. Кто далее оказывает кому милость? Хэсэд на имени Руфи. Она заботится о Руфи, она даёт ей вот этот совет пойти ночью на гумну, узнать, где ночует Ваус, и она говорит, тебе будет с этим человеком хорошо. То есть она заботится о будущем Руфи. Конечно, можно здесь увидеть и некую, так скажем, и собственный интерес. Она хочет, чтобы всё-таки было у неё потомство, пускай таким образом, пусть с помощью такого ливератного брака. Кто оказывает ещё милость? Оказывает Ваус Руфи. Он тоже мог бы, наверное, засомневаться, стоит ли, так сказать, вот как-то, может быть, в чём-то даже потерять свой авторитет, жениться на презренной муавитянке. Он тоже стоял перед таком, так сказать, выбором. Это был такой человек уважаемый, и нельзя сказать, наверное, однозначно, что он был обязан это сделать. Тем более, что был другой родственник, который был ближе, чем Ваус. Но, тем не менее, с самой первой встречи Ваус оказывает вот такую заботу о Руфи. То есть он явно к ней, так скажем, по-человечески расположен уже, так сказать, в силу просто её доброго сердца Руфи. И ещё одно важное понятие, без которого нельзя, так сказать, не обходится толкование этой книги, это понятие Гоэль. Если мы обратимся к ветхозаветному закону, к Пятикнижию Моисея, то мы увидим, что слово Гоэль – это причастие от глагола Гааль, что значит «выкупать», «выкупать», «избавлять». Гоэль – это человек, как мы уже поняли часто в Священном Писании, Гоэлем называется родственник близкий, который, в общем-то, должен был по закону выполнить следующие обязанности. Если какой-то человек, имеется в виду, конечно, израильтянин, попадал в плен, то родственник Гоэль должен был выкупать его из этого плена, именно поэтому он назывался словом Гоэль. Если какой-то израильтянин был убит, то отомстить за кровь убитого должен был вот этот родственник Гоэль. Или если израильтянин умирал, у него оставалась вдова, бездетная вдова, то она должна была, как мы знаем, согласно закону ужичества, прийти к этому родственнику, и он должен был взять на себя заботу об этой женщине, и в каком-то смысле даже, может быть, жертвуя собственными интересами, сын, который рождался, первый сын, который рождался в этом браке, он носил имя не его, а имя умершего мужа, этой вдовы. И понятно, что объяснить эту книгу без этого понятия, закона о том, что же должен сделать Гоэль, в принципе, невозможно. Небольшая ремарка, которую здесь необходимо сделать, говоря об этом понятии, то, что позже вот это понятие Гоэль стало применяться даже, и это стало одним из эпитетов Бога. В книге Исаии Бог называется словом Гоэль. Почему вдруг совершился такой удивительный, так скажем, перенос человека на Бога? Потому что действительно по отношению к Израилю, которого Бог в прямом смысле выкупил, спас из египетского плена, порок Исаия во второй части этой книги неоднократно называет вот этим, так сказать, этим понятием Гоэлем. И ещё одна ремарка, где также Бог называется вот этим, так сказать, этим словом, это книга Иова. Иов в момент своего наивысшего страдания произносит такое удивительное пророчество. «А я знаю, что избавитель мой жив, и он в последние дни восставит плоть мою, и я сам глаза мои увижу Бога». Это Иов 19.25. Здесь также, согласно христианской экзигезе, этим словом, Гоэль назван будущей мессией, будущей избавитель. Поэтому, конечно, это понятие очень интересно и очень ёмко для того, чтобы, так сказать, уделить ему внимание. И вот, когда мы рассмотрели, кратко рассмотрели иудейские, христианские интерпретации и современные интерпретации книги Руфь, можно поставить такой вопрос, о чём же эта книга? Потому что очевидно, что здесь в полноте раскрываются такие межличностные отношения. В чём-то она даже напоминает книгу «Бытия», где мы помним такие очень тоже семейные отношения, семья Авраама, потом семья Исаака, семья Якова, отношения мужа, жены, детей, родителей. И здесь тоже в каком-то смысле такая сага, семейная история. О чём же эта книга? Чем руководствуются эти люди, главные действующие лица, главные персонажи этой книги? Чем они руководствуются? Они руководствуются, одни следователи говорят, долгом, что Рауф из долга вступает в брак, в такой, в ливератный брак с Мавитянкой Руфью, то есть, тем самым он выполняет закон, что он человек долга. А другие исследователи, здесь я упомяну имя известного православного библиста Протерея Леонида Грелихиса, говорят, что всё-таки поступок Ваоза продиктован любовью, что Руф понравилась Ваозу уже при первой встрече. И поэтому он, несмотря на такие обычаи, то, что связано с таким презрительным отношением к Мавитянам, он, тем не менее, понравилась во всех смыслах, и как человек достойный, который отличался таким, видимо, добрым сердцем, и как женщина, и поэтому он вступает с ней в брак, и проявляет о ней наимене такую особую заботу, он руководствуется именно любовью. И таким образом действительно можно сказать, что это книга о хэсет, о милости. Человек, один человек оказывает милость другому, и в результате ряда таких поступков рождается Давид, а позже рождается Мессия. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok